Всё, ещё раз всем добрый день, добрый вечер, добрый день. Начнём сегодня с того вопроса, который мне задали на прошлом вебинаре, такой самый популярный был, про дыхание. Ну и получится у нас в эту тему сразу два вопроса обсудить. Это дыхательная система и сердечно-сосудистая система. Просто одна без другой никак не может существовать. Конечно, они все системы в одно включены, но вот эти две системы гораздо ближе одна к другой. И поэтому более подробные, совместимые они, и более интересные их, так сказать, разбирать вместе. Ну и начнём, чтобы долго не задерживать никого, чтобы у нас всё практично, всё, что нужно нам. Вот первый слайд здесь показан на картинке, какие мышцы участвуют во вдохе, выдохе. Вот на этом участке, где грудная клетка. Сколько с вдохом к нам попадают кислороды через носовую полость, где воздух увлажняется, избавляется от бактерий, вирусов, и попадают через бронхи в лёгкие потрохии. Вообще давайте сначала разберёмся, для чего нам нужен вообще дышать кислород так называемый. Тем более, видите, у всего 21% ещё помимо кислорода азот, ещё какие-то там всякие газы, вот СО2, видите, даже немножко попадают. А если больше ещё в каком-нибудь таком экологически неблагоприятном месте, в городе где-нибудь, ближе к трассе какой-нибудь, там ещё больше всяких неполезных веществ. Но нам-то нужен один только кислород. Для чего нам нужен кислород? Кислород нужен для того, чтобы мы с вами двигались элементарно, элементарно, чтобы наши мышцы с вами сокращались. Это не только мышцы, которые сокращают пальцы рук, ног, мышцы рук, ног, хрусталик от глаза, но и также поступает кислород, например, в нервные ткани. Просто везде есть такие органеллы в клетках, как митохондрии, митохондрии, немножечко я сегодня этими штуками, терминами немножко популяю. Митохондрии, в них окисляется кислород и даёт энергию нашему организму для того, чтобы мы с вами жили. Не будет кислорода, не будет жизни. Не знаю, если попадём на другую планету, какой-нибудь другой газ будет поступать, митохондрии будут также происходить какие-то процессы, будем пользоваться другим газом. Но вот пока у нас на планете Земля — это кислород. Он окисляется, митохондрия даёт нам энергию. Поэтому мы с вами живём. В зависимости от того, сколько кислорода и какие вещества, что переносит кислород, доставляет его в наши клетки, тоже очень важно. И где вообще, как он поступает? У нас есть с вами лёгкие. Они вот здесь у нас расположены. Просто я про второй слайд сейчас вам хочу показать. У нас есть два круга кровообращения. Вот здесь вот у нас показан на этом слайде лёгочный круг кровообращения. Ну, такая схема небольшая. Про большой я не буду рассказывать, круг кровообращения, там сказать, у нас не медицинская лекция, да, всё-таки. Но мы ближе, вот я всё хочу привести к нам, нас с вами, физической нагрузки-то, гимнастики. Вот, и это просто такие основные параметры, которые надо знать, чтобы к ней прийти. Вот. Лёгочный круг кровообращения. К нам в правое предсердие поступает венозная кровь, которая собирает её со всего, так сказать, организма. Нижняя там, с нижней части тела, ноги, брюшная полость, вот там есть полая вена, которая собирает всё, что впиталось в желудочно-кишечном тракте. Вот. Проходит, ну, одна из них, это полая вена, по-моему, да, она портальная, портальная вена через печень проходит, туда приносит все эти продукты, нужные, да, для нашего организма. Но мы сейчас не про это, мы про кислород. Вот. Венозная кровь, чем, почему она венозная? Потому что она собирает отовсюду, со всех органов, мышцы — это тоже органы, продукты метаболизма. И в том числе углекислый газ. Его надо собрать, привести в сердце, в правое предсердие, потом направить его в правый желудочек, который выбрасывает этот поток крови венозной в лёгкие. В лёгкие поступает венозная кровь посредством диффузии, физический процесс, разности градиентов, да, вот когда углекислый газ выходит, а кислород, наоборот, проникает в лёгкие. Происходит обмена газов. Кислород поступает к нам, а углекислый газ выходит. Вот разница градиентов. Поэтому обогащённая уже в капиллярах кислород, уже получается артериальная кровь. Она поступает в левое предсердие уже, и потом, перебираясь в левый желудочек, мощным ударом выбрасывается в аорту, и кровь пошла везде по сердцу. Уже артериальная кровь, обогащённая кислородом. Поступает, опять же, например, в мышцы, с помощью которых мы работаем. Там кислород пропадает, попадает в клетки, окисляется, окиняет продукты метаболизма. Это жиры и углеводы. Ну, в виде глюкозы, в виде гликогена. Даёт энергию, мы с вами живём, двигаемся, работаем. На самом деле механизм простой. Главное — лёгкие и сердце. Всё зависит от чего? От объёма лёгких, от работы сердца и ещё от мышц, которые, так называемые, дыхательные мышцы, которые позволяют расширяться в грудной клетке и сужаться. Мышцы-помощники. Мы в конце посмотрим эти мышцы, которые есть как раз в разговоре при правильном дыхании. Поехали дальше. Сокращается. В мышцах нас интересуют две органеллы, два элемента, которые нам нужны для работы. Первый — это миофибрилы. Тоже схема. Это просто взят рисунок из интернета. Я постарался самый оптимальный, понятный. Здесь, видите, мышцы с сухожилиями. Из неё взят пучок мышечных волокон, одно мышечное волокно взято, одна миофибрила. Вот она в синей рамке. Там всякие саркомеры, А-диск, А-диск — это всё ближе к физиологии. Там более схематично, как происходит сокращение мышечного волокна. Так вот, когда мы с вами сгибаем руку, то сокращаются у нас с вами эти миофибрилы. Когда мы с вами работаем, если у нас есть в руке какой-нибудь груз, то рука, скажем, в мышце миофибрил работает больше, этих волокон работает больше. Если в руке нет никакого груза, и нам просто надо за ухом почесать, то включается процентов 10 этих волокон мышечных. Вот в этом есть ещё небольшая разница. Есть простая гимнастика, которая не утруждает нас, провоцирует постоянному кровообращению. И есть силовая гимнастика, пол-лифтинг, бодибилдинг, ещё что-нибудь. Когда мы стараемся как можно больше двигатель включить, чтобы мышц больше работала, но это не суть. Мы потом поговорим. Задача какая? Нам понять, что сокращается. Вот миофибрила. Чтобы миофибрила сокращалась, нам нужна вот такая штука, митохондрия. Попадает туда кислород, попадает в эту митохондрию углеводы, глюкоза в виде гликогена. Либо это капельки жира, которые находятся в мышцах, в мышечном волокне. В виде таких капелек маленьких они туда попадают, там окисляются. Есть такой цикл крепса, цикл трикарбоновых кислот. Наверняка там в школе кто-то изучал, даже, по-моему, вначале, в этих обычной школе есть, не в институтах. Вот. Цикл крепса. После этого даётся энергия на сокращение молока. Неважно. Мало вы сокращаетесь, много сокращаетесь, не ходите, ходите. Всё равно вы даже здесь разговариваете языком, смотрите, взгляд направляете влево. Уже должна быть митохондрия, которая даёт энергию. Вот без неё никак. Есть, конечно, ещё другие способы добычи энергии. Есть анаэродный гликолиз. Но это в силовой работе. Такой очень мощной, быстрой. Мы его сейчас рассматривать не будем. Это потом, если желание будет, поподробнее про силовые направления. Мы это можем всё рассказать. Наша задача сейчас именно в дыхательной гимнастике. И такие же митохондрии, миофибрилы находятся в мышцах дыхательных, которые позволяют нам работать грудной клеткой. Расширять ребра, сужать ребра. Та же диафрагма, которая там у нас вращается, расслабляется, тоже там это находится. И вот теперь начинаем мы с вами вообще смысл. Чего как пользоваться? Есть такая штука, как отдышка. Пробежал вот молодой человек, устал. Отдыхать надо, отдышаться. Что происходит в организме? У нас две картинки. Молодой человек и женщина пожилого возраста. Разница немножечко небольшая на самом деле. Как может показаться? Начинаем вот с чего. Молодой человек. От чего у него начинается отдышка? Он вроде спортивный, занимается, бегает. У него должны быть и миофибрилы, и митохондрии. По сути, он должен бегать без напряга. Так вот, в организме в нашем находятся разные мышечные волокна. Есть медленные, есть быстрые. Вот в медленных мышечных волокнах, это очень такая примитивная градация, митохондрии очень много. Практически возле каждого волокна есть митохондрии. А в быстрых мышечных волокнах митохондрии очень мало. Потому что мы ими не пользуемся, и они, в принципе, не нужны. Вот срок жизни у митохондрии, знаете, сколько? 21 день. Вот эта митохондрия, вообще учёные говорят, что это, так сказать, это бактерия, с которой мы научились жить, сотрудничать. Она живёт, если мы ей даём питание, кислород и углеводы, либо жиры. Если мы не пользуемся ей, мы не занимаемся спортом, не бегаем, не прыгаем, лежим на диване, едим попкорн, смотрим телик, митохондрия поживёт, 21 день, и всё, распадается, умирает, потому что она не ест, не питается, просто умирает. Меофибрилы остаются, но они работают немножечко в другом режиме. Так вот, если молодой человек будет бежать со скоростью определённой, ну, допустим, там 8 километров в час, на пульсе там 140-150 ударов в минуту, он может пробежать километр 2-3, марафон. Марафон пробежит, встанет, чуть-чуть отдышится и может ещё дальше бежать. Всё зависит просто от мозоли на ногах, не по кроссовке, всё. Дыхательная система справляется, мышцы справляются, митохондрии справляются. Вот. Но если он будет бежать со скоростью там 20 километров в час, то он не сможет пробежать марафон. Он остановится после вот 5 километров. Вот так вот станет. Одной простой причине, потому что он начинает подключать к работу быстрые мышечные волокна, а там митохондрии нету. Мышцы закисляются, наверняка слышали такое, да? Нам накапливается молочная кислота, да даже не в молочной кислоте, а просто в ионах водорода. Элемент такой, который просто встаёт на муки сохранительных неофибрилы и не даёт сокращаться. Человек останавливается. Он подключает ещё больше и больше волокон, чтобы двигаться дальше. Ему же надо бежать, а его накапливается столько много, что он просто до отказа останавливается, и всё. У него настолько накапливается в крови углекислого газа, это второй продукт метаболизма, митохондрии. Метахондрия даёт АТФ, энергия, а в другую сторону углекислый газ и воду. Углекислый газ накапливается, мы должны его выдохнуть, выдохнуть углекислый газ, вдохнуть кислород. На самом деле вот эта дышка появляется, нам кислорода не хватает. У нас накапливаются избытки углекислого газа, его надо выдохнуть. Первое правило, первое правило, при любой физической нагрузке поднимайтесь вы по лесенкам вверх, или вам пришлось пробежаться за транспортом каким-то, автобусом, ещё чем-то. Ну, ускориться, что-то сделать тяжёлое, поднять какой-то там, не знаю, диван вы передвигаете в комнату, у вас одышка появилась. Так, первое, не вздохнуть как можно глубже, а выдохнуть как можно глубже. Выдохнуть из себя все вот эти продукты метаболизма. Углекислый газ полной грудью выдохнуть, избавиться от него. Когда у вас естественным вдохом поступит кислород, и вы становитесь нормально, всё у вас дышать нормально, пусть нормализуется, сердце нормализуется, всё. Если не получается, то вот такая грустная ситуация может произойти. Второй рисунок женщины. Она идёт по дороге, идёт нормально, прошла километр-два уже, гуляет. Чуть участила шаг, начинает тоже подключать мышечные волокна, новые, которые… Ну, не подключал этого. Вот если обычный человек ходит со скоростью там 4 километра в час каждый день, ну там по 3-4 километра, грубо говоря, в магазин, на работу, ещё куда-нибудь, да, вот он начинает ходить не 4 километра, а решил сегодня сделать такую прогулку в 10 километров. Вот у него 4 нормально работают, 5 начинает, единицы больше подключаются в работу, он начинает уставать. А если он ещё быстрее начинает идти, то ещё больше двигательных не исключается. А там митохондрии нет, потому что ими не пользовались в обычной жизни. Они там 21 день прожили, всё. Начинают накапливаться продукты метаболизма, углекислый газ, ионы водорода. Они запускают, так сказать, бюрную систему в крови, давят на механорецепторы. Механорецепторы понимают, что не хватает кислорода и избытки углекислого газа. Надо же быстро это всё поменять, выбросить углекислый газ, а загрузиться кислородом. А что делает это? Что меняет это? Сердце. Сердце начинает перекачивать кровь, избавляться от венозной крови, закачивать новую артериальную. Так вот, дыхание влияет на источник работы в сердце, вот этот импульс, который даёт сокращению мышечных. Так вот, получается, что у нас с вами проблема это не в лёгких. Это не надо нам, допустим, лёгкие тренировать, да, у нас маленькие лёгкие. А нормальные лёгкие у всех, природа лад, запасом ещё. А проблема-то в митохондриях, их не хватает, они не успевают обогащать вот эти все продукты метаболизма. То, что дыхание учащается, ничего страшного. Выдохнули и всё. Проблема в том, что сердце учащает работу. Вот 140, там 150, ну, для среднего возраста, нормально. А понимаете, начинает подниматься, там, до 170, 70, 180, 190. Вот человек поднимается по лесенкам, второй, третий, четвёртый, пятый этаж, лифт не работает, он живёт на девятом этаже. Что с ним будет в девятом этаже? Он говорит, ой, я давно не занимался, у меня лёгкие слабые, сердце слабое. Глупости. Просто спортом надо было заниматься, всё нормально было бы. Вторая проблема — сердце. Сердце начинает ускоряться, потому что мышцы — это второе сердце. Если бы в мышцах были митохондрии, они бы окисляли вот эту молочную кислоту, она бы не влияла на наш организм сильно. У нас не было бы такой отдышки мощной. Окислялся бы, вот как молодой человек, и всё, и поднимался бы на девятый этаж, всё нормально. А сердце, вы как родились, сердце работает. Оно остановится, когда вы умрёте. Вот человек родился, у него сердце сокращается, да? Раз, два, раз, два, раз, два. Даже спите, оно сокращается. Если вы там бодрствуете, просто начинаете бежать, просто оно чуть быстрее сокращается. Разницы нету, но она работает, сердце. Вот пальцы — это волокна сердца. Они работают, все или ничего, да? Всё или ничего. Все волокна работают. Если я мышцы, там, бицепс сокращаю, да, то у меня может работать там 10% волокон, а сердце всё работает. Это самая тренированная мышца. Если вам кто-нибудь, где-нибудь скажет, что вам надо потренировать сердце, ну, как мягче сказать, просто улыбнитесь ему в лицо, и всё. Не знаю, ничего плохого говорить. Потому что сердце — самая тренированная мышца. Самая тренированная. Проблема лишь в том, если вы занимались в детстве профессиональным спортом. Если вы сгоняли там по 10 километров, да, и бежали, и чувствовали что-то там справа, слева, но маленькая девчонка и пацаны, они не понимают, что это такое. Они несутся и несутся, хотя пульс уже на 200. А понимаете, что на пульсе 200 происходит? Вот у вас систола, диастола, систола, диастола. Пульс нормальный. Начинает сокращаться. Всё быстрее, быстрее, быстрее. Видите? Не разгибается, не разжимается до конца кислородное волокно. Накапливается молочная кислота, и там, хотя все волокна, они оплетены митохондриями. Самая выносливая мышца — это сердце. Там митохондрии полным-полно. Но когда она не разгибается до конца, то происходит окклюзия, не поступает сюда кровь артериальная с кислородом. И получается, что не может вывести оттуда продукты метаболизма. И, грубо говоря, это волокно закисляется. Самое элементарное. Закисляется, получается травма, микроинфаркт. Маленького-маленького волокна, но микроинфаркт. Нельзя заниматься, долго находиться на пульсе, превышающем 190 ударов в минуту. Это опасно для здоровья любого. Спортсмен, не спортсмен, любой человек. Поехали дальше. Как же там спортсмены работают? Да у них у всех сердца просто раскачаны. Они начинают вырабатывание. Они бегут на пульсе 150, часа 3-4. И сердце начинает растягиваться. Оно становится больше. У нормального человека, оно где-то там 300 грамм. У спортсменов до 900 грамм доходит. 900. Представьте, сердце перекачивает не один литр крови. За один удар. Это самый мощный. Это называется гипертрофия сердца типа L. L типа удлинения самого волокна. Есть ещё гипертрофия типа D. Тип D — это когда стенка увеличивается. Увеличивается количество волокон. Сердце становится не просто как большим, объёмным. Оно становится толстым, как мышца. У бодибилдера бицепс. Вот такая мышца становится. А так сердце накачивается при интервальной работе. Вот вы ускорились, затормозили. Ускорились, затормозили. Чуть-чуть закислили сердце и дали ему поработать. Быстро закислили — дали ему поработать. И таким образом мышечная стенка у сердца увеличивается, просто становится толще. Это тип D. Ни то, ни другое не надо обычному человеку на самом деле. Это спортсменам конкретно в разных видах спорта. Это профессиональная работа, это к здоровью не имеет никакого отношения. Так вот, продолжаем нашу тему. Вы получили, конечно, травму. Человек получил. Долго, например, не мог ходить. Или на операцию лёг. Ложится на кровать, делает ему операцию, потом после репетиционный период. И у него, значит, встаёт с кровати, начинает ходить, начинает задыхаться. Вот что произошло. Просто пока человек лежал, те мышцы у него не работали. Даже, ну, обычно для хождения. Они не работали. Метахондрии, которые там доживали свой срок, им как раз пришёл этот срок, всё, они ушли. И человек, он не может, у него дышка появляется. Но свойства метахондрии очень хорошие есть. Они появляются очень быстро, их можно тренировать. Тренировка метахондрии есть разными способами. Очень много методик есть. Вообще мы, как бы, в перспективе предполагаем проводить разные уже семинары по обучению. Обычная гимнастика, вообще работы ликбеза в области гимнастики. Там подробно это всё можно рассказать, все методики, всё, как это всё делается. На самом деле всё очень интересно, и обычному человеку это очень надо знать, очень полезно. Хорошо. Мы сейчас с вами просто должны понимать, что на работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы очень сильно влияют гимнастические упражнения. Любая гимнастика. Просто даже если будете заниматься, только-только начинайте чем угодно заниматься. Обычной там скандинавской ходьбой уже с палками по лесу. Всё, улучшается работа. И метахондрии, и миофибрил, и сердечно-сосудистая система. Возвращаемся к дыхательной системе, лёгке. На самом деле мы с вами дышим неправильно, большинство людей дышит неправильно. Ну, как неправильно? Поверхностное дыхание. Неполными, лёгкими, неполными. Поэтому возникают разные проблемы. И с разными проблемами люди просто приходят с зрителем к различным, как улучшить. Я уже говорю про астму, бронхиальные, сердечные, какие-то заболевания есть. Это, конечно, вещь такая серьёзная, и там надо говорить, причём не конкретно с болезнью, да, с каждым конкретным человеком, определять его причины, проблемы с дыхательной системой, и там уже с ним работать. В этом направлении очень хорошо у нас продвинулись в Советском Союзе. Вот это Александра Стрельникова, да, все наверняка знают методику Стрельниковой. У неё лечились Пугачёпу, София Ротару, очень много, у меня Голубкина, по-моему, там очень много наших звёзд и оперных певцов, и просто певцов, и театральных артистов, для которых очень важен волос, они занимаются у неё. Вот, я сразу же ещё покажу ещё одного товарища, да, Бутейко Константин Павлович, тоже наверняка слышали методику. Есть ещё, это просто самые известные, Стрельникова и Бутейко. Вот, в принципе, у них всё равно один и тот же практически. Просто есть ещё несколько методик, там авторов я ещё не буду их назвать, честно говоря, не помню, просматривал, не самый известный, а самые известные вот здесь. Разные причины они объясняли. Вот, а принцип-то один. Парадоксальное дыхание. Делать вдох на задержке, на закрытии лёгких, чтобы лёгкие не раскрывались. Наоборот, их закрыть, делать вдох. Называется парадоксальное дыхание. Обычно дыхание, когда мы вдыхаем полную грудью, расширяем грудную клетку, выдыхаем полностью. А вот у Константина Павловича там объяснение такое, то, что мы накапливаем очень много кислорода и избавляем углекислого газа. А вот углекислый газ, он как раз влияет на механорецепторы, которые контролируют в организме, даёт сигнал для запуска иммунной системы. Это как прививка получается. Если вы будете дышать поверхностно, задержкой, чтобы насыщаться углекислым газом, то это как бы прививка для того, чтобы у вас развивались различные иммунные системы, которые потом позволяют избавиться от различных заболеваний. У него там были избавления от заболеваний, астма, ещё там чем-то. На самом деле, что происходит-то? Сердце, если определить, ну примерно схематически, с левой стороны у нас сердце, чуть-чуть слева, делим его на две части, левая и правая. Вот правая сторона сердца запускает справа желудочка кровь в лёгкие, лёгочный круг кровообращения, про который мы говорили. Так вот, есть проблема, что астма-то откуда может браться? Обычно это сердечная астма. Гипертонус — это вот правая желудочка, он очень много бросает крови в лёгочный круг кровообращения. И получается пропотевание плазмы крови в лёгке. Те влияют на рецепторы, и человек начинает там кашлять, отхаркиваться там вот этой слизью. И вот в этом проблема начинается. Вот. А когда у них даже там гимнастиковое передыхание, они специально чуть ли не корсеты надевали на лёгкие, чтобы не увеличивать вот этот вот большой объём. Понимаете, если мы начинаем дышать глубже, выдыхаем больше, соответственно, начинает учащаться работа сердца. Организм воспринимает информацию как нехватка кислорода или избыток углекислого газа. Начинает сердце запускать вот этот круг кровообращения. И, получается, когда человек дышит глубоко, то у него начинаются спазмы, начинаются отхаркивания жидкости. Ну, это очень грубо и примитивно, там очень подробно, это долгий очень разговор на самом деле. Очень просто. Просто при замыкании, закрывании таких выброс не такой большой венозной крови при обогащении и нормализации этого давления. Есть такой автор Марк Джоланс, он описывает как раз методику бутейка, но он как бы её немножечко подвергает, что ли. Он пишет, что бутейка очень раз, несколько раз, по-моему, пытался запатентовать, что-то творил, начинал объяснять. Учёный совет говорит, нет, что-то не то, а по новой. Он снова-снова, не с первого раза он защитил эту свою методику. В итоге там отхаривание углекислого газа тоже темы не очень, на самом деле, понятны. Как бы на сегодняшний день говорят, кто разбирается очень сильно в этом, они понимают, что суть-то не в этом. Но он помогал. Главное, что он помогал больным, излечивал. Всё, здесь вопрос такой. Но он как излечивал-то? Он просто учил человека находиться просто на этом уровне дыхания всю жизнь. Всё. Человек не имел права дышать более глубоко. Если он будет глубоко дышать, у него начинается спазм. Если он будет дышать поверхностно, то спазм не будет, но они, по крайней мере, её будут меньше. И поэтому он, грубо говоря, оздоравливается. Но как только, например, у сердечной астмы увеличивается физическая нагрузка, модеваться некуда, накапливается углекислый газ, начинает учащаться работа сердца. У него в любом случае опять начинает повышаться выброс в лёгочных группах и у него опять проблема начинается. Ему надо просто каждый раз думать, как я дышу. Вот. На самом деле, по-моему, путь очень простой. Заниматься физкультурой, элементарной физкультурой. Потому что когда увеличивается давление, оно должно, вот у правого желудочка увеличиваться давление. Но в организме же всё устроено гармонично, значит, с другой стороны должно снижаться давление. Правильно ведь? Чтобы кровь нормально проходила. А снижение давления идёт за счёт того, что сосуды в лёгких, они расширяются. Тем самым периферическое давление падает. Нормализуется кровь, кровообращение, в лёгочном круге кровообращения. Тем самым, как бы, идёт нормальная диффузия. Да, углекислый газ выходит, кислород приходит, всё хорошо, всё нормально. Но чтобы этого достигнуть, надо заниматься, надо тренироваться этой штукой. Поэтому я ещё раз говорю, это с каждым конкретным человеком надо подбирать уровень интенсивности тренировок, уровень интенсивности занятий, уровень интенсивности дыхания и сидеть всё время за теми приступами, которые у него возникают. Это очень индивидуально. Не каждый знает. Я даже видел, в «Московском клубе» какое-то видео смотрел. Серьёзный клуб такой, там, значит, ребята занимаются газоанализатором, измеряют уровень максимального потребления кислорода на аэробном пороге, на аэробном пороге. Пульс на каком пороге повышается, понижается. Потом рекомендуют какой-нибудь там… А сейчас у нас несколько упражнений по Стрельниковой. Дают роль женщины, дышит всё нормально, но показатели потом не снимают никаких. Это всё индивидуально. Надо с конкретным человеком. Вот понимаешь, помогает ему или нет. А там вот у Стрельниковой самое яркое упражнение, даже могу здесь показать. Там вот идёт резкое обнимание себя с двух сторон на вдохе через нос. Есть на НТВ видео, там, Щетинин, который сейчас продвигает методику Стрельниковой. Единственный, видимо, доктор, который имеет право говорить, что он занимается методикой Стрельниковой. Нигде больше школ никаких нет. Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Екатеринбурге. Значит, Щетинин, он говорит, что он только один как бы даёт всё правильно. Они там тоже занимаются с больными астмой, там ещё различные тоже оперные пациенты. Помогают, потому что при мощном вдохе идёт мощное обогащение кислорода. А действие, видите, парадокс в чём? Есть люди с разным артериальным давлением, повышенным, пониженным. У мужчин повышенным, у женщин пониженным. За счёт количества эритроцитов в крови, главных переносчиков кислорода, ну гемоглобина, соответственно, кислорода. Так вот, если мужчина будет много вдыхать кислорода, то у него больше будет кислорода в крови, кровь будет гуще, но это нормализация потом в будущем его давления и вообще состояния. У меня занимался молодой человек, причём 35, нереальное давление, там, с коллпером ходил. Мы занимались с ним печём, интервальной нагрузкой. Чуть-чуть поработали, отдохнули. Чуть поработали, отдохнули. Определённое время, недели через две приходят, говорят, у меня всё, нормализация давления, полтора показывают, всё хорошо. Добавили чуть-чуть митохондрии в мышцы, у него нормализация давления произошла. Всё, что взаимосвязано. Лёгкие начали дышать нормально. Чтобы лёгкие полностью дышали, надо полностью выдыхать, там, чуть ли не с наклоном, чтобы со всей доли лёгких выбросить углекислый газ, там застойные явления идут. Надо его прогнать, мощный кислород везде. Хорошо, дальше поехали. Методика цигун есть. Дыхание по цигуну, там тоже есть различные. Я вот читал, всё связано с упражнениями. На самом деле там статодинамика сплошная, потому что идёт медленное напряжение на один участок мышц, потом на другой. Везде это контроль, медленный вдох, медленный выдох. Совершенно противоположная методика бутейка и стрельников. Там естественный вдох за счёт мышц мыши, мышц груди, мышц спины, межёберных, и потом на остальные мышцы, которые в акте участвуют. Просто дышать нормально, учитывая, что нет патологии. Вот на самом деле методика бутейка и стрельниковой, она для тех, у кого патология, у которых ненормально с дыханием. Астма, махиальная астма, ещё там какие-то вот именно проблемы может быть даже больше сердечной системой, да, с сердцем непосредственно, с гипертонусом, там, аворд, там ещё что-нибудь. Там надо же... Но я говорю, я не врач. Вот. Я когда смотрю, мне приносят на диагноз, я смотрю примерно, представляю, что надо делать, и начинаем с ним работать, причём постоянно опытным путём всё достигаем. Нельзя назначать человеку, вот, ты молодец, у тебя такое заболевание, делает то-то, 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 и всё, привет. И что он там делает, как он делает, задохнулся, ты всё ответственность на себя снял, ты ему написал. Нельзя так делать, это неправильно и опасно. Те, кто вам говорит, например, если вы там зашли в фитнес-клубы, вот мне покажи несколько упражнений дыхания. Он, да, делай вот так, вот так, вот так. Вопросов не задав никаких, там ещё что-нибудь. Нельзя так делать, нельзя. Надо с человеком разговаривать, общаться, пробовать, а потом что-нибудь рекомендовать. два-три занятия надо позаниматься как минимум. Там обычное дыхание, всё время. Вдох, выдох. Всё очень просто. Работа с диафрагмой, работа с брюшиной. Ну, когда диафрагма дает на брюшину, всё там, всё улучшается. Паш крой, венозная кроя, пампаш внутренних органов, всё сразу нормализация у человека во всём. Понимаете, внутренних органов, в органах малого таза, везде. И это, ну, тут, как бы, всё очень просто. Йога. Я знаком с йогой, даже говорю, давай, там, Анатолий у нас есть один, я говорю, я хочу йогой заняться. Всем занимался, уже вот дошло и до йоги уже у меня желание. Он говорит, хорошо, я тебе напишу пару упражнений, ну, пару там, упражнений 10, он мне 15 написал, вот этим, практикую йогу, значит, и в конце йоги полное дыхание, йоговское дыхание. Я говорю, что это такое? Ну, ну, я рассказал то, что я вам сейчас расскажу в конце. Грудная клетка, брюшная полотка, всё. Вот, вот основное. Различные есть йоговские практики, когда там вдох, там, несколько раз одной ноздрёй, выдох через другую, да, потом ещё что-то. Ну, это работа с системой дыхания находится, ну, в области, грубо говоря, это с иммунной системой, которая нас защищает от вирусов, болезней, улучшения сосудов, капилляров, да, именно вот в этой области, чтобы нормально всё функционировало, чтобы слизистая хорошо работала, чтобы иммунные клетки там находились, чтобы просто на преддверии, в организм уже сам, да, они стояли на защите от вредных бактерий, от вирусов, от чего угодно, всё, что может попасть, пыль какие-то, частицы, газы какие-то, вот нейтрализация, она вся вот здесь проходит, поэтому, конечно, если там делать дох-выдох различные, там ещё что-то, то да, и ещё одна система, например, ну, обычно все наверняка проходили, слышали, вот жизненно идём с лёгких там, дох-дох, и потом глубокий-глубокий выдох, спираметрия эти, замеряют и смотрят, какой у тебя там, мало-много там, ещё чего-нибудь, кислород там, лёгкие, плохие, хорошие. Вот вам методику расскажу, особенно это используют, как они, нырязчики. Вот, парциальные вдохи, вообще как бы, не имеют отношения к правильному дыханию, просто если вы надолго хотите задержать дыхание, вы должны вдыхать парциально, вдохнуть один раз мощно, набрать полную грудь, воздуха, и задержать дыхание, вернуть и проплыть какое-то определённое время. Вам кислород, который вы вдохнули, ну хватит на какое-то время обогатить мозг, чтобы он не умер, мышцы, да, чтобы они работали, но этого недостаточно. Парциальные вдохи, это когда вы дополнительно ещё делаете до вдохи, через нос, вот вы вдохнули, и потом ещё несколько раз. Таким образом вы добиваете чуть-чуть, вот, ну проводились исследования, показали, что там полтора раза увеличивается объём лёгких, соответственно, хватит. Вот. Не у всех, конечно, получается, тренироваться надо. Ну вот пловцы, нырязчики, которые там в южных странах, которые там за кораллами, там ещё где-нибудь ныряют, вот используют такую технологию. Вот. Ну и непосредственно мы с вами подходим к правильному дыханию. вот здесь у нас определены мышцы вдоха и мышцы выдоха. Так вот, уважаемые мои друзья и товарищи, если вы хотите дышать правильно, равномерно и безболезненно для всего и в качестве профилактики, для любых заболеваний, использовать вот эти мышцы, которые участвуют во вдохе, во вдохе их принимать часть, а при выдохе те, которые здесь на рисунке, которые участвуют в выдохе. Ну что у нас при вдохе участвуют? Это, конечно, грудинно-ключично-сосовидная лестничная мышца, те мышцы, которые поднимают у нас ключицу, лопатку, вот сзади там ещё лестничная, там ещё есть, не все мышцы на самом деле показаны, задняя, зубчатая мышца, они поднимают грудную клетку, позволяют ей расшириться. Наружные межрёберные мышцы, которые отводят слегка в стороны ребра, расширяя объём для вдоха, чтобы лёгкие полностью наполнились кислородом. Диафрагма. Диафрагма, она наоборот, вот здесь она расслаблена, она начинает сокращаться, напрягаться, она опускается вниз, тем самым на брюшную полость. И живот в этот момент может просто скучиваться. Потом вы когда выдыхаете, диафрагма поднимается. Это я сейчас про естественный способ говорю. Вы выдыхаете, диафрагма поднимается вверх, её подтягивают за счёт отрицательного давления. Вы же выдыхаете, лёгкие сужаются, диафрагма поднимается, кровь венозная поднимается к сердцу, внутренние органы расслабляются, в них тоже кровь нормально циркулирует. внутренние межёберные мышцы подращают рёбра в исходную позицию. Наружная косая мышца живота опускает рёбра вниз. Прямая мышца живота, вот эти кубики пресловутые, тоже опускает грудину вниз, тянет. Всю брюшную полость, она как бы была раздавлена диафрагмой, потом она вот так вытягивается вверх, у нас талия сужается. Это нормальное, естественное дыхание для человека, которое должно быть. Так вот, чтобы его правильно контролировать, тренировать, самый простой способ. Первое, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Не торопимся, не быстро, не нормальный режим. Вдыхаем сначала грудью, потом акцентируем внимание на живот, чтобы живот тоже выпячился. Это полное дыхание. Потом опускаются, втягивается в живот, опускаются в лёгкие. Всё. Но таких вдохов-выдохов больше пяти, ну, по-моему, делать не надо, потому что голова кружится, начинает там кислородное отравление получается, человек в эйфорию попадает. Вот. Пять раз сделали, отдохнули, потом ещё пять раз. И вот это дыхание постепенно приводить в нормальное, неглубоко. Вот вы вдохнули глубоко, грудью-животом выдохнули. Грудь-живот, живот-грудь. И постепенно, каждый раз вы просто амплитуду уменьшаете и всё. Просто не надо высоко грудь поднимать, просто она чуть-чуть поднимается, чуть-чуть живот выпячивается, чуть-чуть входит живот обратно, да, втягивается и опускается грудная клетка. Всё. Это в зависимости от того, что вы делаете. Если у вас физическая работа, да, то, конечно, у вас будет амплитуда больше, экскурсия грудной клетки будет увеличиваться. Если вы спите, она минимальна, но механизм один и тот же. Не поверхностное дыхание, а нормальное. И это для нормальных людей. Я ещё раз говорю. Ну, в смысле, для тех, у кого нет патологии из дыхательной системы, у кого есть какие-то проблемы, это надо индивидуально смотреть. Просто я вам рассказал информацию, которая есть, на которую надо внимание обратить и про неё надо работать с ней. Ну и вообще, как бы, да, мы же с вами на вебинаре PowerMatrix, сколько мне известно, какие нам позволяют, вообще помогают продукты PowerMatrix здесь работать. Конечно, Matrix Lord обязательно. Да, это вот про что я говорил. Для самих вот дыхательных путей спрей, который позволяет улучшать работу именно вот этой системы, нормализовывать работу. Вот это связь. Ухо, да, ухо, там, горло, нос, да, там ещё связь с глазом есть, слёзы, с железом. Это всё в одном, всё контролируется в одном месте, это везде связь. Любые заболевания, они вот начинаются отсюда. поэтому обязательно Matrix Lord. Matrix Cardin и Matrix Coronar сердечно-сосудистая система. Сердце, соответственно, да, нормализация работы сердца, нормализация работы желудочков, предсердий, чтобы они хорошо работали, чтобы у них был естественный сигнал, естественный выброс. Причём сердце, это ведь непроизвольная мышца. Вот я захотел руку согнуть, согнул, захотел, расслабил. Сердце нельзя так управлять. Сердце работает помимо нашего на тех импульсах, которые мы так разозлились бы на себя, сердце остановилось и всё. Это механизм отключен у нас. Сердце работает помимо нашей воли. Хотя, если долго думать, да, люди портят своё сердце. Если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, подумайте, в голове творится, да, психосоматика какая может быть. Вот обязательно. Это, конечно, сосуды. Сосуды — это ладно, сердце хорошо работает, но сосуды, которые вот здесь ещё не включил селен, селен тоже нужно, да, обязательно, чтобы входил вот в этот комплекс, обязательно, тоже для нормализации работы сосудов. Сосуды должны быть эластичные, крепкие, прочные, чтобы они вот имели свойство эластичности, да, растягиваться и сжиматься, чтобы они все время возвращались в исходную форму, чтобы они не оставались растянутой позиции, да, чтобы они тонус всегда имели очень хороший. Обязательно «Матрикс Ангел» там, я прочитал, там же детоксикация одна из основных функций препарата, вот, которая тоже ведёт к нормальной работе крови. У крови должен быть PH, да, вот все наверняка знают, кислотно-щелочной баланс. Он находится на уровне 7,4 или 7,2 и что-то такое, да. Так вот, при максимальном закислении, это вот вы, когда поднимаетесь по лесенкам, усталость, это и есть закисление, закисление продуктами молочной кислотой крови, максимальная интоксикация, понижается пиа очень сильно. Так вот, буквально падение у нормального, обычного человека, там до семи, там вообще там какой-то небольшой промежуток приводит к смерти. Вообще вещь опасная очень на самом деле. Нельзя вот заниматься в залах, да и там прям уже дышать не могу, все там. Нельзя так заниматься, нельзя так интенсивно уничтожить сосуды, а потом если есть сосудов, системы, потом и сердце, просто убить самого себя. поэтому при нормальной работе при себе, ну не даже каких-то там тренировочных системах в обычной жизни, потому что у нас в обычной жизни сильное, еще что-нибудь, это вот в этом направлении. и матрикс при нервах, да, улучшение работы в дыхательной системе обязательно для нормальной работы легких. Работы легких, чтобы нормально была диффузна, вот этот градиент держался кислорода и углекислого газа. Вот. Поэтому обязательно эти продукты. Ну подробно, как их применять, это больше в компании, да, вот я как специалист больше в физкультуре, я обязательно эти препараты приобретаю. И обязательно, конечно, вот Матрикс и Реликтум не сказал, за счет насыщенности всех микроэлементов, которые там есть, я уж не буду сейчас их перечислять, всегда это говорится, ну это невероятная система поддержки вот моего состояния на сегодняшний день в тренировочном плане. Я им пользуюсь, очень хорошая вещь, прекрасно помогает при восстановлении после тренировок. У меня сейчас вот тяжелая неделя силовая, я обязательно его принимаю, я лучше сплю, лучше восстанавливаюсь, ну и в течение дня чувствую себя более комфортно, весело, уверенно, что ли, не знаю, меньше усталости. причем такое неявное какое-то состояние, а вот такое, аккуратно. Давайте мы будем заканчивать. Есть вопросы какие-нибудь? Напишите вопросы, буквально чуть-чуть отвечу. Подождем немножечко. Какой-нибудь вопрос про что-нибудь или все так рассказано, подробно и понятно. Еще хотел бы обратить внимание вообще на все продукты Power Matrix. Я просто говорю, не включил очень много то, что связано так. Хорошо, сейчас отвечу. Особенно те, которые затрагивают эндокринную систему для мужчин и для женщин. Эндокринная система опосредованно влияет у нас с вами и на дыхательную, и на сердечно-сосудистую систему. Поэтому те препараты тоже можно либо по переменке, либо дозировать. Говорят, что женщины… Так, давайте с первого. Какие оптимальные тренировки по утрам можно делать? По утрам можно делать любые тренировки, абсолютно любые. Лучше всего суставную гимнастику. Что такое суставная гимнастика? Вам надо за утро, буквально там минут за пять, задействовать все основные суставы, которые у вас есть. Шейный отдел, плечевые суставы, локтевой сустав, мучезапясный сустав, область талии, поясничный отдел, тазобедренный, коленный и голеностоп. Обычно, знаете, с наклоном очень медленно в сторону, вперёд, назад, повороты, плечевой сустав, он тоже очень подвижный, отведение, приведение, сгибание, разгибание, вращение, локтевой сустав, просто сгибание, разгибание, кисти, вращение, повороты, влево-вправо, наклоны влево-вправо, тазобедренный сустав, это подъём ноги, опускание, подъём с поворотом влево, с поворотом внутрь, ну, в смысле, поворот наружу, поворот внутрь, тоже очень подвижный сустав. Приседания, приседания, вопрос спорный, если болят колени, просто, когда лежите ещё на кровати, согните ноги в тазобедном суставе и в коленном, просто разгибайте ноги вверх в коленном суставе по 10 повторений, всего можно делать по 10 повторений. Вверх разогнули, чтобы не было нагрузки вертикальной, бедра на болень, бедренной кости на берцов, больше берцовой кости. Всё, но чтобы сустав сам работал. Ну и голеностол просто покрутили стопой влево-вправо, всё встали, бодрячком пошли туда-нибудь на работу, что надо. Если больше времени, просто добавили чуть больше упражнений, больше времени добавили для тренировки. А говорят, что мужчины и женщины дышат грудью, а мужчины так, а мужчины животом. Да все по-разному дышат. На самом деле, вот из опыта, из моего, кто как. В основном, большинство, кто не занимается, дышит поверхностно, а кто занимается, дышит глубоко. А животом дышат те, у которых слабые мышцы живота. Слабые. Либо они их специально ослабляют, либо у них они слабые по свойству такому. Иногда ещё влияет от постуры, да, человека зависит от, как он, его форма держать в туловище, да, в пространстве. За счёт каких мышц киснее, либо за счёт поясничного отдела, либо за счёт мышц живота. Либо те мышцы слабые, либо эти. Слабые мышцы спины, сильные мышцы спины, слабые мышцы живота. Живот вытянут, всё, он дышит за счёт мышц живота. Ему проще надавить диафрагму на живот, живот ввальцев втягивается, ввальцев ввальцев, грудь вообще не поднимается. Причём, зависит ещё от характера. Гипертимики, да, которые такие активные, у них брудное дыхание, гипотимики, у них больше брюшное дыхание. Вот. Но это не говорит то, что это плохо или хорошо. Просто если, даже если вы дышите животом, да, диафрагмально, можно сказать, не означает, что вы продышали все лёгкие. Тоже можно дышать поверхностно. Это ещё хуже даже. Вот. Поэтому в любом случае, что там, что там, надо дышать, ну, просто заставлять себя дышать иногда глубоко. Если защемилось седалищный нерв, какие упражнения посоветуйте? Седалищный нерв может защемить, ну, в основном, проблема, если уж более конкретно, вы прямо знаете, что это седалищный нерв, рушевидная мышца. Вот её надо растянуть. Самое простое, я даже упражнение не буду давать, возьмите теннисный мячик, положите его на пол, сядьте пупой, грубо говоря, на тот участок, где больнее всего, и просто помассируйте. Вот. Потом можете встать, немножко повращать ногой влево-вправо, вот, ну, как-то получше будет. По крайней мере, грушевидная мышца напряжена избыточно. На неё надавили, она чуть-чуть, раз, заболела, и расслабилась, поплыла. Кровь пошла к ней, от неё продукты метаболизма, всё, она начинает нормально работать. Всё. Вот, ну, самое простое, это опять же, очень индивидуально. Вот. Самое простое, это вот мячик, либо какой-нибудь ролл, на роли покататься, либо пальцем просто, либо вот этим участком помассажировать то место, которое болит. Упражнений нет, понимаете, нету универсальных упражнений, которые раз, сделал, и всё, перестало болеть. Вы будете делать упражнение, но вы не будете контролировать мышцу, которая работает, вы ничего не сделаете. Она либо ещё больше заболит, либо вообще никогда потом не расслабится. Надо смотреть с человеком в динамику, как он делает, поворачивает, растяжка, затяжка, там очень много всего. Какая нагрузка, подавайте последний вопрос, какая нагрузка на мышцы лучше для тренировки, статическая нагрузка или нагрузка на мышцы с дополнительным грузом. Статическая, если мы в плане сердечно-сосудистой системы и дыхательной, статическая нагрузка не очень полезна. Это, например, такая методика, как колонетик. Колонетик, в принципе, не очень сильный, потому что там с собственным весом не сильная такая задержка статики. А когда с весом ещё статику делают, специальная, там, конечно, посложнее. Статика, она, понимаете, в чём дело? Человек при нагрузке интуитивно начинает задерживать дыхание. При задержке дыхания у вас увеличивается внутрибрюшное давление. Если у человека повышенное давление, представляете, ещё внутрибрюшное увеличивается, нагрузка на мышцы. Где-то мышцы напряглись, не проникают, кровь не поступает, сердце не понимает, что происходит, не проталкивается, она увеличивает давление. Периферические сосуды, они тоже давление испытывают, ухудшают состояние. Нельзя так делать. При гипертонии статику нельзя делать, при гипертонии тоже не стоит. Лучше делать изотонические. Изотонические — это когда у вас между статикой и динамикой приседы в половину, но в половину не то, что вы полностью выпрямили ноги и чуть-чуть согнули, а наоборот. Вы согнули ноги, это исходная позиция. Вниз присели и до полусогнутого, вниз присели и до полусогнутого. Испытали мощную нагрузку мышц бедра. Всё, отдыхаем. Потом, например, на руки то же самое. Лучше такую. Дополнительный груз это в зависимости как бы вещи немножко несравнимые. Дополнительная нагрузка. Какая дополнительная? Большая, маленькая? Если вы железом занимаетесь, то там она тоже... Это разные нагрузки. Обычно статическая или статодинамическая она идёт в основном для проработки медленных мышечных волокон. А если вы только берёте уже груз, то у вас уже более силовая работа получается. Ладно, немножко уже задерживаемся. Большое всем спасибо за внимание. Очень приятно, что вроде даже больше людей сегодня нас слушали. Вот. Если у вас тоже будут какие-то вопросы, задавайте. Может, там следующие вебинары какую-то тему тоже нам разобрать надо будет. Какая более интересная, более подробно мы её разберём. Расскажу с удовольствием огромным. Большое спасибо за приятные слова. Я отключаюсь, передаю слово Олегу. Спасибо. 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 .